Всем привет, с вами Физи, и это видео будет поделено на две части. Если вам неинтересна часть, в которой я рассказываю, с чем мы сегодня будем бороться, и вы сразу же хотите приступить к действиям, то переходите на этот тайминг. Он также будет в описании. Сразу скажу, что на выходе мы будем иметь такой результат. Если вы все еще здесь, то дратуйте. Сегодня будет немного необычное видео, но все же я решил его сделать так, как оно хоть и косвенно, но относится к тематике моего канала, на котором все в основном завязано на голосе. А также я сейчас ищу людей для озвучки, которые даже имея хороший микрофон, иногда умудряются забывать про шумы, поэтому в будущем я буду переводить их на это видео. Дело в том, что у меня микрофон Samsung C01U, и он не то чтобы плохой, но есть у него проблемка. У него звук либо слишком тихий, либо громкий, но очень сильно палится электрический шум. Пример шума вы уже слышали в начале. Не очень, согласитесь. Так вот, если наложить на запись еще и эффект какой-нибудь, то он станет просто невыносимым. Все бы ничего, его можно вырезать прямо в Sony Vegas или в Audacity, но хрена с два, потому что это очень сильно бьет по качеству. И как раз таки способ, о котором я сегодня расскажу, позволяет уничтожать шумы еще на стадии записи, сильно не убивая качество звука. Я не говорю, что этот способ поможет вам стопроцентно, потому что, повторюсь, у меня хороший микрофон, и убираю я только легкий электрический шум. Если у вас совсем уж ужасный микрофон, то здесь уж вряд ли чем-то поможешь. Хотя понятие ужасного микрофона у всех разное, поэтому можете попытаться, ведь установка занимает не так много времени. И вот мы плавно подошли к установке. Скачиваем архив, ссылка на который находится в описании, распаковываем его, и видим здесь три папки. Для начала установим виртуальный аудиокабель. При установке рекомендую не менять путь установки программы. Итак, установили, и пам, пропал звук. Не делаем штаны коричневыми, и заходим в устройство воспроизведения, и там ставим наши наушники или колонки по умолчанию. После установки также неплохо бы перезагрузить компьютер. Идем дальше. Следующим устанавливаем BIOS. При установке также не меняем путь, установили, забыли. И теперь почти все. Открываем папку SavvyHost, и в ней запускаем BIOS, и выбираем путь к DLL файлу BIOS. Он есть в архиве на тот случай, если в папке с BIOS он не появился. Ну а если все хорошо, то идем в диск C, программ файл с x86, BIOS, VST Plugins, и выбираем его. Вот и заветная программа. Здесь с лету выбираем Broadband, и ставим на нем крестик. Затем идем в Devices, нажимаем Wave, и в первом пункте выбираем MME, двоеточие, и ваш микрофон. Именно MME. Во втором пункте выбираем MME, двоеточие, Line 1, виртуальный кабель. 48 тысяч и 240 сэмплов. Лучше выбирайте именно эти настройки, я пробовал экспериментировать, но это режет качество, и оно того не стоит. Нажимаем ОК, затем кликаем на Adaptive. Затем, это очень важно, создаем полную тишину, и когда мы ее создали, жмякаем на Extract и ждем. Когда вы молчите, программа слышит только шумы и создает на их основе модель шума вашего микрофона, запоминает ее и в будущем будет вырезать именно этот звук. Остается лишь перебросить папку SavvyHost куда вам удобно, создать ярлык с папкой на рабочем столе. Кстати, при запуске каждый раз придется указывать путь к DLL файлу, поэтому можете скопировать его прямо в SavvyHost. И все, готово. Хотя нет. Сразу рассказываю о подводных камнях. Да, они есть, даже казалось бы в таком клевом методе. Первое. Вырезаются шумы только тогда, когда программа включена. Второе. На обработку звука у программы уходит секунда, поэтому когда вы что-то говорите в микрофон, проходит секунда, и только после этого звук как бы доходит. Это очень трудно объяснить, но такое есть. Поэтому когда вы будете во что-то играть и, например, скажете своему тиммейту обернуться, ибо сзади враг, звук может дойти до него поздноватенько. Поэтому я рекомендую во время игр, разговоров в дискорде или стриминге эту программу не включать. Используйте ее только для записи. Ну что ж, а на этом все. Я надеюсь, что чем-нибудь вам помог. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, можете посмотреть мои озвучки, к примеру. Пишите ваши комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Фиди, всем удачи и пока.